МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый триумф одержал в три с половиной месяца. Секрет успеха в регулярных хендлинг-тренировках. Это особый курс подготовки к соревнованиям. К своей владелице Черц приехал из чебоксарского питомника Априори Бест. Наталья Тышкунова долго искала питомца и не собиралась предоставлять собаку самой себе. Поэтому со щенячьего возраста Черц на «ты» общается с кинологами и хендлерами. Есть не только хендлинг, не только спортивные тренировки, не только прохождение курсов, когда есть очень много всего, чем можно заниматься собакой. И бегать, прыгать, и плавать. Это только все в развитии. Это не только физическая нагрузка. Должна быть собака в хорошей физической форме. Это все-таки животное, это собака. И мы за это должны отвечать. Но и должен работать мозг. Здесь точно так же работает мозг. Доберман Чарли рожден не для выставок. Он любимый домашний питомец Ирины Капрановой. Но расслабляться ему владелица не дает. В свои полгода Чарли – прилежный ученик школы дрессировки. Рядом и сидеть для него не пустые слова. Активное движение. Рядом. И пошли. Это же классно идти рядом. Рядом, рядом, рядом. С этой собакой надо заниматься. Чтобы выходить в город, как бы социализированно, она должна все-таки быть послушной, адекватной. Мы ходим на занятия уже почти полтора месяца. Очень довольны. А он уже слушается. Мы даже пытаемся уже гулять без поводка. Он как бы идет и слушается. Как я ему говорю, жди маму. Мама ждет. Ждать маму Чарли научил кинолог Дмитрий Спиридонов. Он дает уроки послушания собакам всех возрастов и пород. Размер здесь не имеет значения. Рядом с солидными доберманами и овчарками команды слушают миниатюрные корги и шпицы. Кинолог уверен делать из карликовой собаки диванную подушку в преступление. Помогай. Она уже забыла все. Помогай, помогай. Давай, давай. Хорошо. Молодец, девочка. Умничка. Вот так вот. Да, супер собака. Молодец, умница. Оп, ты куда? Прыгнула. Декоративные собаки – это тоже не мягкая игрушка. Это собака, как бы она маленькой не видела. Они умные. Они также требуют внимания. И они также требуют того, чтобы быть предель. Дрессировка, в принципе, для собаки означает, что она ходит на работу. Если мы с собакой работаем на прогулке, занимаемся, обучаем ее, продолжаем работать даже по жизни, то она чувствует себя нужной. Общий курс дрессировки – аджилити, фристайл и фризби. Осваивая эти собачьи науки, питомцы учатся главному – доверять своему хозяину. Владельцы же после таких уроков начинают понимать четвероногих с полугав. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.